Всем привет, с вами компания 3D Tool и темой сегодняшнего видео станут наши рекомендации о том, как выбрать лазерный станок с ЧПУ. Мы сформулируем для вас 5 основных и пару дополнительных пунктов, которые помогут вам понять, какой конкретно лазерный станок нужен под ваши задачи. Выбирать то или иное оборудование неподготовленному человеку зачастую сложно структурировать свои запросы и понять, какой же лазерный станок ему стоит приобрести. Параметров и характеристик машины бесчисленное множество, но не так просто расшифровать, что же скрывается за их обилием и как определить, какие из них ключевые при выборе в вашем конкретном случае. Глобально лазерные и гравировальные станки делятся на два вида. Газовые, чаще всего это CO2-излучатели, и на твердотельной основе. Наибольшее распространение на рынке получили CO2-лазеры, благодаря относительной ценовой доступности и простоте использования. Об этой категории сегодня и пойдет речь в нашем ролике. Для начала необходимо определиться, с каким материалом вы будете работать. Это и будет нашим первым пунктом. С каким материалом вы планируете работать? Начнем с металлов. Из-за сложности и дороговизны обработки твердых листовых металлов, данную категорию материала мы выносим за скобки. Лазерные станки, заточенные под эти задачи, стоят многие миллионы рублей и требуют особо подготовленных помещений для своей работы. Другое дело – обработка дерева, ткани, полимеров. Станки с лазерной трубкой CO2 различных форматов могут обрабатывать широкий спектр материалов. В первую очередь дерево и его производные. Также листовые полимеры и некоторые виды композитных материалов, например, ламинат. Также лазерные раскройщики применяются при резке картона и бумаги, различных видов ткани и даже кожи. От вида материала зависит подбор мощности лазерной трубки. К примеру, для гравировки, резки, бумаги или картона и тонких материалов до 4 мм толщиной подойдут маломощные трубки 20-30 Вт. Для раскроя и глубокой гравировки более толстых и твердых материалов понадобится трубка 60-80 Вт. Такой мощности будет достаточно для реза фанеры до 6 мм толщиной. Если требуется обрабатывать материалы 8 мм и более, потребуется соответствующая мощность – от 100 Вт. Чем мощнее трубка, тем, соответственно, будет дороже и сам станок. Во внимание стоит принимать и срок службы этих компонентов. Так как чем интенсивнее режет лазер, тем быстрее деградирует его трубка. В среднем для качественных лазерных излучателей срок службы составляет 7-10 тысяч часов. Под часами следует понимать чистое время непрерывной работы лазера во время реза. Для работы с большинством материалов требуется доступ к подключению постоянной принудительной вентиляции, так как в рабочей зоне лазерной установки происходит процесс горения. Если же речь идет о таких материалах, как оргстекло, акрил и поликарбонат, вентиляция должна обладать еще и фильтрирующими элементами, или быть подключена через полноценный фильтрационный шкаф. Некоторые виды материалов запрещено использовать в необорудованных для этого помещениях, например, ПВХ или ПВБ из-за ядовитых веществ, входящих в их состав. Размер области обработки Под масштабом следует понимать размеры обрабатываемых поверхностей и удобство их загрузки в рабочую камеру станка. Габариты помещения самого лазерного станка, например, для частого раскроя рулонов ткани, лучше подойдет станок со средней шириной рабочего поля, например, до 800 мм в ширину и возможностью сквозной подачи материала. То есть корпус станка должен иметь сквозной проход от задней стенки до передней для подачи материала на уровне рабочей зоны. Нелишним также будет и наличие вакуумного стола в комплектации для лучшей фиксации материала при обработке. Однако для гравировки небольших партий фигурных брелков, значков и других малогабаритных предметов будет достаточно станка с небольшим закрытым объемом и заранее нарезанных под размеры рабочей области кусков материала. Если распил материала перед использованием в станке невозможен или затруднен, лучше подобрать установки с подходящими под стандартные типоразмеры габаритами. Например, размеры стандартного листа шлифованной фанеры 4 мм составляют 2030 на 3000 мм или 1500 на 2030 и наиболее распространены у нас в стране. Соответственно, ширина рабочего поля станка для работы с такими листами должна быть не менее двух метров шириной. Определитесь с видом обработки. Резать или гравировать. Не все современные станки обладают возможностью одновременной резки и гравировки. Режимы работы лазера и подбор компонентов сильно различаются в том и в другом случае. Для реза вам необходим мощный и быстрый станок, который будет позволять достигать достаточной производительности. Например, вы подготавливаете вырубные штан с формы для последующей вырубки материала. Чем быстрее и качественнее будет выполнен рез, тем быстрее штан с формы отправится под тигельный пресс вырубать очередной тираж. В случае, если станок приобретен для хобби, подойдет маломощный станок среднего размера, который можно будет установить в небольшой мастерской. Такие станки заточены на гравировку и рез тонких материалов, вроде картона и тонкого шпона. Если же ваша деятельность затрагивает сферу услуг, понадобится универсальный аппарат, обладающий достаточной мощностью и возможностью одновременно запускать и программу реза, и программу гравировки, чтобы экономить ваше время и время клиента. Комплектация станка и базовые компоненты. Универсальность станка, его отказоустойчивость и надежность сильно зависят от компонентов, из которых он собран. При выборе необходимо обращать пристальное внимание на механику и кинематику аппарата, на элементную базу оптической системы и контроллер управления. Например, для гравировки на бумаге или картоне, для раскройки тонких листов оргстекла или фанеры, подойдет самый простой и небольшой однозадачный станок. С цилиндрическими направляющими в механике, отсутствием дополнительных интерфейсов подключения и прямым управлением с компьютера. Он порадует стоимостью и выполнит все поставленные перед ним задачи достаточно хорошо. Если же ваша деятельность лежит в сфере предоставления услуг, лучше всего будет приобрести универсальный аппарат с возможностью выполнения нескольких задач за один прогон. Например, выполнить гравировку разной глубины, а потом вырезать получившиеся детали по контуру. Как правило, станки, выполняющие сразу несколько заданий за одну сессию, имеют дополнительный интерфейс управления с дисплеем и возможностью запускать задания через карту памяти или флеш-карту. Из представленных на отечественном рынке аппаратов, такими возможностями обладают гравировальщики на основе контроллера Руда. Их легко отличить по характерному дизайну интерфейса и кнопок управления на корпусе. Также необходимо определить, входит ли в комплект поставки улитка, вытяжки и помпа для нагнетания и охлаждения жидкости в лазерной трубке. Без этих компонентов вы не сможете работать на аппарате. Стандартно, большинство среднеразмерных лазерных гравировальщиков содержат поперечные ламели, на которых сверху ложится лист материала. Однако, из-за достаточно большого расстояния между ламелями, резать мелкие изделия на таком станке будет затруднительно, так как все вырезанные детали будут падать на дно рабочей области, и достать их будет проблематично. Для решения таких проблем в расширенные комплектации станков входят также сотовые столы различных вариаций размеров. Промежутки между ребрами сот у таких столов достаточно малы, чтобы удержать тонкие миниатюрные детали на своей поверхности, для более удобного извлечения. Если вы планируете производить с помощью вашего оборудования, например, елочные игрушки, вам будет необходим такой стол. К слову о столах. Если вы планируете обрабатывать, например, гравировкой более толстые материалы, чем стандартные листы фанеры, скорее всего, вам необходим будет станок с функцией «Подъем стола». Это даст возможность опускать рабочий стол станка на достаточное расстояние вниз от сопла лазера. Это необходимо, например, для гравировки на крупных предметах. Пластиковых корпусах, объемных изделиях из дерева, гипса и прочих материалов. Если вы решите обрабатывать цилиндрические предметы, для такого вида обработки существует специальная четвертая ось. Она может входить в расширенную комплектацию станка, но также возможно докупить ее отдельно. Единственным требованием для такого инструмента будет наличие соответствующего разъема подключения у вашего станка и поддержка такого вида обработки у ПО, поставляющегося с ним. Выбор продавца Немаловажным фактором при выборе станка является страна, производитель и продавец станка. Чаще всего клиенты, надеясь сэкономить, начинают поиск по известным азиатским площадкам. Чем очень сильно рискуют? Так и не прошедший заводской и предпродажный контроль станок довольно-таки проблематично вернуть продавцу или выполнить гарантийный ремонт в случае поломки или же брака. Работа же с местными производителями и проверенными продавцами убирает эту головную боль полностью. Что ж, надеемся данное видео было вам полезно и помогло хоть немного разобраться в подборе лазерного станка под ваши конкретные задачи. Заказать же надежный проверенный станки Raylogic вы можете по ссылке в описании. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Впереди много интересного. До скорого! До скорого!